Привет друзья, добро пожаловать на канал обзор времени. Сегодня мы с вами посмотрим на очень интересную и тяжелую модель от Casio G-Shock GST W130BD. Модель очень тяжелая, благодаря тому, что состоит преимущественно из металла, имеет весь набор повседневных функций, а также работает на солнечной батарее. Сегодня с вами детально пройдемся по часам, рассмотрим это все, а пока начнем как обычно с распаковки и осмотра комплектации. Часы приезжают в стандартной плотной кротонной упаковке, внутри находится стальной кейс, в нем же находятся сами часы, а также инструкция к часам и гарантия от производителя находятся в коробке. Напоминаю вам друзья, что приобрести эту или любую другую модель часов по самой выгодной цене вы можете в магазине по ссылке в описании. А также для моих зрителей в описании видео приготовлен специальный промокод, который даст вам очень приятную скидку на весь ассортимент часов. Две серии GST W120 и W130 являются обычными аналогами первой GSTIL версии W110. Классика с акцентом на технологии и прочность. GSTIL направление вышло за свои узкие рамки и стало G-Shock'ом нового поколения. Мощные, практичные, симпатичные и конечно же ударопрочные и функциональные. Touch Solar, питание от солнечной энергии, аккумулирует цветовую энергию, солнечная панель обеспечивает питание для работы часов. Кроме того, часы на солнечных батареях имеют экономичный режим работы, при котором часы с полным зарядом могут работать без источников света несколько месяцев. Примерное время работы аккумулятора батареи без подзарядки от источника света 7 месяцев с полного заряда. Сразу нужно также упомянуть и ударопрочность часов. В часах установлена система защиты механизма от внешних воздействий Shock Resist. Она проверена временем и установлена во всех моделях G-Shock. Лучшего механизма защиты я пока что не встречал. Корпус-ремешок модели выполнены из металла, что придает часам очень приличный и строгий вид. Корпус выполнен интересно. Круглый безель, на который вынесены 4 винта, соединяющие безель и корпус. К слову, безель очень большой. Благодаря его высоте толщина корпуса составляет 16 мм. Его нижняя часть, которая также находится за задней металлической крышкой, выполнена из полимерного материала. Но она совсем, по моему мнению, не портит внешний вид часов, а наоборот разделяет корпус часов на две логические части. К корпусу также подведен ремешок из металла с металлическим креплением. Он достаточно длинный, со съемными зрениями, так что часы смогут легко подойти под любую руку. Раскрыв ремешок, мы можем с вами полностью наблюдать заднюю крышку, которая также украшена 4 винтами для ее надежного крепления. На крышку вынесена вся информация о модели, номер модуля часов, защита модуля и серийный номер модели. Циферблат сделан очень практично и понятно. Касио расположили на нем классический аналоговый циферблат, две стрелки с нанесенным покрытием для подсветки стрелок при полной темноте, а также сделали это с часовыми отметками. Очень хорошо освещаются в темноте. Помимо аналогового циферблата, у нас есть три цифровых экрана на циферблате, которые отвечают за разные функции. Один показывает на данный момент выбранную функцию, а также при настройке времени отображает часовой пояс. Второй экран отвечает за показ секунд. Третий показывает ваше местное время. Также на циферблате, как и на безеле, вынесено обозначение и маркировки бренда. Вообще циферблат мне очень понравился. Он не перегружен чем-то лишним, нету каких-то непонятных огромных индикаторов, которые отображают только секунды, как в моем предыдущем обзоре на другую модель G-Shock. Тут все тонко, строго и со вкусом сделано. Переходим к функциям. Функций тут не так уж и много. Сейчас все быстро вам покажу. Итак, у нас есть стандартные четыре кнопки. Две слева и две справа. Правая верхняя отвечает за активацию подсветки. Чуть позже вам ее покажу в действии. Она правда очень крут выполнена в этой модели. Под ней находится кнопка Search. Она отвечает за прием сигналов радиоволн, поступающих из шести разных радиостанций планеты, которые передают временные сигналы от определенных атомных часов. Встроенный приемник обеспечивает отображение точного времени на территории почти всей Европы, США, Японии и Китая. Конкретно в России эта функция не работает, так что перейдем далее. Кнопка Adjust, как обычно, традиционно связана с настройкой времени вашего местного. Просто зажимаете ее и она автоматически подгоняет время под ваш часовой пояс. Ну и кнопка Mode, которая расположена сразу под кнопкой Adjust, дает нам возможность переключать функции. Отображение второго часового пояса, таймер, секундомер, пять будильников, отображение числа, месяца и радиосинхронизация. Еще для вашего удобства есть функция перемещения стрелок. Нажатие кнопки обеспечивает перемещение стрелок в такое положение, которое позволит легко считывать информацию, например, дату или показатели секундомера, с маленьких цифровых дисплеев. Для этого нужно зажать одновременно кнопку активации подсветки и кнопку Adjust. Как и обещал, показываю вам подсветку данной модели в действии. Действительно видно все, что нужно. При полной темноте вы точно сможете считать информацию на циферблате. Часы на руке выглядят очень массивно. Я думаю, что под маленькие запястья по стилю они не очень подойдут, хотя смотря с чем вы их оденете. На моей руке они сидят очень хорошо, длины ремешка хватает, чтобы не пережимать руку и с комфортом носить часы. Ну что ж, друзья, спасибо вам большое, что смотрели этот обзор. Обязательно делитесь в комментариях своим мнением по поводу данной модели часов. Также не забывайте, что в описании находится ссылка на магазин и промокод, где вы можете выгодно купить любую модель часов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк на это видео, если вам нравятся часы. До скорого, друзья!